Всем привет! Я рад приветствовать вас у себя на канале. Мой канал посвящен синтезаторам электронной музыки. Сегодня я расскажу, как я настроил патч из RON TR8S с этими педалями. И каким образом я тут все организовал. В общем-то, поделюсь своими наработками касаемо этого сетапа. Надеюсь, будет интересно. RON TR8S это драм-машина, которая позволяет играть и управлять 11 инструментами. А также у нее есть возможность на задней панели вывести 6 дополнительных выходов. То есть есть мастер-выход, а есть дополнительные выходы. И эти дополнительные выходы можно отправить на педали, например, или на какую-то обработку, которая вам только придумается. Также есть вход, для того, чтобы завести какой-то стереосигнал. И для этого входа есть отдельная ручка громкости, которая управляет поступающим сигналом. Это очень удобно, когда вы захотите скоммутировать, например, какой-то сетап без микшера. Или, например, просто хотите их как-то объединить, чтобы обработать мастер-эфэксом. У этого RON TR8S также есть мастер-эфэкс. То есть это эффект, который обрабатывает полностью весь звук с драм-машины и с поступающих сигналов. Но, к сожалению, вход такой только один. И поэтому мне пришлось воспользоваться еще одним микшером. Это такой микшер пассивный. Он на тюльпанах, но он стереомикшер. То есть все эти педали я отправляю на этот микшер. И с этого микшера я возвращаю его в RON TR8S. То есть, еще раз. Первый канал, например, я их пометил все белым цветом. Те каналы, которые у меня отправляются на каждую из педалей. Первый идет на Eventide Time Factor. Второй идет на Boss Space Echo. Третий канал идет на Big Sky. И четвертый, вот этот вот, идет на Microcosm от KG Electronics. После чего они смешиваются в этом компактном микшере. И возвращаются снова в RON TR8S. Где последующим они обрабатываются с отчаян компрессией. То есть, в принципе, как и весь свой сигнал, я настроил таким образом, чтобы кик являлся триггером для с отчаян и создавался некий грув. Этот сетап развязывает мне руки и мышление. Почему? Потому что мне очень нравится играть полную импровизацию. Например, сходу прямо сейчас здесь играть. Конечно, такая музыка, она будет не совсем музыкальная. Ну, тут все зависит от вас. Какие сэмплы вы будете использовать. Какие, например, у вас, какая у вас база знаний вообще в принципе музыкальной. И насколько вы можете импровизировать. Конечно же, это все упирается в ваш персональный талант и ваши особенности. Насколько вы готовы одновременно мультизадачно решать какие-то вот действия. У меня здесь уже есть паттерн. Я его играл в предыдущем своем видео. Кому интересно, обязательно посмотрите. Сходите, послушайте и возвращайтесь сюда, чтобы посмотреть, как я это все организовал и настроил в этой драм-машине. Вот это драм-машина, один из инструментов. На первом канале у меня кик. На втором снейр. В качестве тома я использую бас. Чуть попозже расскажу про ручки, которые здесь могут управлять различными инструментами. Что-то типа синтезатора. Перкуссия. Аккордик. Клэп. Открытый-закрытый хэт. И еще один синтезатор. Теперь подробнее я расскажу о сэмплах, которые я здесь использую. Потому что я использую зачастую сэмплы. Мне нравится, как звучат сэмплы, записанные мною заранее. В отличие от тех движков, которые установлены в Roland TR-8S. Некоторые, вот например, на low-tom я использую бас. Это... Здесь используется осциллятор Triangle 2 Low. То есть он так называется. Насколько я знаю, здесь используется петля, которая зациклена. И таким образом получается такой синт-войс. Ну и, пожалуй, все. Остальное все я использую в свои сэмплы. Как вы видите, здесь очень много всяких ручек и крутилок, которые позволяют контролировать, например, высоту тона. Дикей. А также дополнительная кнопка Control, которая позволяет управлять любым эффектом, который вы только выберете в панели Control Select. Сейчас у меня здесь используется фильтр котов для бочки. Для снейра я использую очень прикольную штоку. Компрессор плюс драйв. Ну там типа овердрайва небольшой. Сейчас я уберу отсюда эффекты. Вот так она звучит в чистом виде, мой сэмпл. Таким образом я его немного подогреваю. С басом я также использую вот этот вот компрессор плюс дисторшн. Но предварительно я настроил также в нем еще огибающий фильтр. Это можно сделать, когда мы, например, выбираем какой-то инструмент. Нажимаем Shift и инструмент. И здесь есть разные настройки. Их очень много тут на самом деле. На эту ручку можно также направить, например, какой-то фильтр или еще что-то. Но я заранее настроил фильтр так, чтобы он звучал. То есть срабатывало огибающее. Ну а в импровизации я использую просто компрессор для того, чтобы подкрасить этот бас в случае, если он вдруг потеряется с бочкой. Так вот, обманул вас. Здесь также я использую осциллятор. Здесь Square Low тоже. Квадратная волна. И управляю я фильтром. То есть, в принципе, эта дорожка такой мини-синтезатор. Здесь у меня записан сэмпл Син Кушина, который идет на Space Echo. Также я могу его пофильтровать. Этот аккорд у меня отправляется на Big Sky. Также я могу использовать тут фильтр. Клэп и тарелки я не отправляю ни на какие эффекты. Они у меня отправлены на внутренние эффекты, которые также тут присутствуют. В RON-TR8S очень удобно реализована функция отправки на вот эти вот, на DLA или на Reverb. То есть, мы зажимаем просто кнопку и отправляем. Также на Reverb. Можно импровизировать во время лайва, очень здорово. То же самое с тарелками. Например, зажимаем тарелку и отправляем ее. Ну, либо полностью быстро убираем. Reverb и Delay здесь также настраиваются. В настройках в основных он есть. Это в настройках кита происходит. Зажимаем Shift плюс кит. И можем... Вот, например, Reverb. У нас установлен Modulation. Также можно HowDAO. Какой-то новый... Появился с новой прошивкой. Можно послушать, как они звучат. Они похожи. Ну, нет, разница, конечно же, есть. Но в целом они похожи, потому что здесь есть настройки тайминга. Здесь есть уровень, да, которые применяются ко всем Reverb. Теперь, что касается дилея. Я использую Tape Echo. Я обожаю очень пленочные эффекты, в том числе и Space Echo. Это один из моих любимых эффектов, которые я использую постоянно. Мне нравится звук такой сатурации пленочной. И в Roland ZTR-8S я тоже настроил Tape Echo таким образом. Если вы его слушаете, то он постоянно меняется. И как будто бы меняется длина. Ну да, она здесь на самом деле правда меняется. Что добавляет определенной динамики. Хотя с темпом я синхронизирую. Кто знает Space Echo, тот сразу увидит сходство. Понятно, что сейчас другой звук, но тем не менее. Здесь я использую сэмпл, который записал с Grandmother. И отправляю его на микрокосм. То есть в оригинале он звучит вот так. Микрокосм добавляет ему определенной, тоже динамики в звуке, чтобы это звучало интересно. Можно использовать реверберацию. Фильтровать. На главных звуков берусь также запоминать необяз�� Spirit. Гражданную타�уру берусь на Beltyмиг Скай. Второй звуку выładaёшь. Микрокосмом бюджетная, как я использую ему ее звучит. Ну и совсем не сказал про Ride. Также он присутствует у меня на последней дорожке для того, чтобы создать некий такой шероховатый звук, чтобы заполнить пустоты, если они мне не нравятся, например, в каком-то паттерне. И его контрол я отправил на Spread. Это такой эффект, который расширяет стереобазу немножко. Вначале сэмпл моно, все сэмплы здесь тоже моно, но чтобы сделать стерео, нам приходится либо эффектами обрабатывать, вот такими, например. Ну, либо отправлять их на педали, что я считаю очень привлекательным, потому что если ваше устройство поддерживает дополнительные выходы, то вы можете от звука привычного устройства уйти в сторону вашего уникального звука и подобрать педали, которые вам только нравятся. Большим преимуществом также в Roland TR-8S я считаю наличие мастер-эффекта, такого как компрессор вместе с отчейном. Также в новой прошивке они добавили новый компрессор, имитация виниловой записи, там даже есть возможность расстроить, в общем-то, звук, сделать его максимально плавно. Сейчас я покажу, как это звучит. Давайте сначала послушаем, как без компрессора звучит мой паттерн, потом с моим компрессором, с классическим, с отчейн компрессором, который я использую здесь, и также с новым компрессором, который имитирует виниловую запись. Прибавлю громкости, что примерно ориентирует на одну и ту же громкость. Это без компрессии. Это с компрессией. Не то, чтобы она какая-то здесь агрессивная, но, тем не менее, она добавляет мощности звука для того, чтобы выровнять баланс с мастеринговым треком. Давайте поменяем тип компрессора. Вот он, Vinyl Simulation. То есть, присутствует ощущение того, что пластинку немного зажевывает. Конечно же, можно использовать его не на полную, но добавить чуть-чуть. Ну и сбросить наш паттерн и кит. Таким он был сохранен до того, как я начал что-то тут изменять. Если бы не эта возможность отправлять эти сигналы на дополнительные какие-то педали, чтобы сделать звук другим или более интересным, то, наверное, эта драм-машина была бы не такой интересной. Я вообще стараюсь, мне кажется, приобретать такие вбоксы или сэмплеры, в которых очень много выходов. Вот аналог FOO, например, у него есть много выходов. Black Box от 1010 Music также имеет много выходов. И с ними можно проделать такую же махинацию и вывести на дополнительные эффекты и управлять этими эффектами. Ну, то есть, представляете, сейчас у вас один звук, и можно тремя параметрами управлять. А когда вы выводите его на педаль, то вы можете управлять, ну, большим количеством параметров, переключать пресеты. Если вы хорошо овладеете, например, своими педалями, то можете это делать и во время лайва, и во время выступлений. Ну, конечно, все от музыки зависит. Я думаю, что вот такой сетап, он совсем не подходит для какой-то комплексной коммерческой музыки, но для того, чтобы поимпровизировать лайвом техно или какую-то экспериментальную музыку, он вполне годится. Совсем не показал, как звучит вот этот вот синтезаторный звук с Эвентайдом. То есть, когда-то моносэмпл становится стерео и создает атмосферу. Давайте прямо сейчас попробуем что-то создать, поимпровизировать на этой драм-машине. Я создал новый паттерн, точнее, я выберу седьмой паттерн. Здесь уже что-то установлено, мы сейчас почистим все дорожки с помощью кнопки Clear. Почистим все вариации. Здесь можно загружать 8 вариаций вашего паттерна. Также загружать любой кит. И сейчас я выберу тот же кит, который был до этого. В новой версии прошивки ROUND добавили возможность использовать Trick Condition или Probability, кому как удобно. В общем-то, мы можем с помощью удержания этой кнопки и полистать Utility до следующего значения Probability и поставить, например, 40. Предыдущий паттерн был на скорости 140, окей. Мы можем вносить наши параметры как в ручном режиме, или набить их, например, с помощью пэда, который, кстати, чувствительный. Если вы хотите какой-то динамики, то можете сделать так. Можно почистить, например, и сделать Velocity вручную. Мы зажимаем кнопку 5, например, пятый шаг, и акцентом убавляем с 80, изначально на 80, например, до 60. Здесь ему вот эта штука мешает. Мы сейчас возьмём её, сделаем Probability, например, 40. И тогда, когда это не будет срабатывать, будет срабатывать ещё это. Таким образом, настроены здесь два сигнала. Один из них может быть лидирующим, а второй как бы прекращать играть в тот момент, когда играет первый. То есть это нужно для хэтов, например, когда скрытый-закрытый хэд, это было очень удобно. Это было реализовано в классических машинах. Я тоже это использую для того, чтобы не захламлять звук в разделе, где существуют хай-хеты. Также мы можем сделать Motion Recording, например, записать какое-то вращение ручки, например, нажимаем Rec и крутить. Не забудьте отключить её, потому что если всё, что я сейчас буду делать после того, как нажал, будет записано в секвенсор. Субтитры сделал DimaTorzok Допустим, мы сохраним такую вариацию на A и скопируем её сейчас на B для того, чтобы изменить. Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok И у Суба есть тоже Probability. Добавил субтитры сделал DimaTorzok Запишем здесь анимацию для дисторсии на Snare. Добавил субтитры сделал DimaTorzok 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 Также можно сделать это в ручном режиме, например, когда вы чувствуете и вам нравится, хочется сделать какую-то сбивку. Можно несколько раз это сделать. Добавил субтитры сделал DimaTorzok Дополнительные каналы с Roland TR-8s И обрабатывать их любыми эффектами Можно аналоговые выбрать, можно цифровые Как угодно импровизировать с этим Я считаю, что это достойное решение Сделать дополнительные выходы на устройство Для того, чтобы таким образом разделить общий микс, который существует в одном устройстве И вынести его за пределы Для того, чтобы музыка была интереснее и разнообразней На мой взгляд, Roland TR-8s переживает свое какое-то перерождение Каждый раз, когда выходит новая прошивка, то они добавят FM-синтез в него Он, конечно, чуть более простой, например, чем в Digitone, где есть возможность настраивать много каких-то вариаций Здесь же можно просто поменять какие-то движки Хотя в последней прошивке 2.5 они добавили также еще несколько перкуссионных FM-инструментов Которые можно управлять не только каким-то, например, глубиной модуляции Я не помню, как точно называется, напишу Но также добавили еще кучу различных вариаций, чтобы настроить этот звук Не скажу, что мне очень нравится FM-синтез в этом устройстве Как, в принципе, и имитация вот этих оригинальных драм-машин Я, скорее всего, больше использую как сэмпл-плеер Но полноценным сэмплером Roland TR-8s считать нельзя Потому что здесь не очень удобно делать и обрезать какие-то сэмплы То есть сэмплировать в него никак Только через флешку вы можете загрузить свои какие-то ваншоты и использовать их В принципе, это мне не мешает им пользоваться Потому что я люблю, когда инструменты вот так развернуты Здесь очень много фейдеров, здесь очень много кнопок, которые позволяют управлять этим Также очень круто фейдер, потому что когда вы, например, импровизируете Вы можете добавить немножко громкости одного или второго инструмента Таким образом, музыка становится менее квадратной в плане звука Не в плане шагов, хотя из этого они тоже уже вышли Про бобилити они добавили Но и также можно плавно добавлять Насколько вы знаете, что Хаос, например, классическая школа Хаоса сводит в стык частоты То техно, например, оно всегда сводится медленно и плавно Чтобы перетекать там из одного в другое Например, были арик там техно То, что было популярно наибице в свое время Это очень крутая техника сведения, когда вы делаете все плавно Благодаря фейдерам здесь можно тоже реализовать Хоть вы и не треки сводите, а отдельные звуки Но, тем не менее, это очень здорово И мне это очень нравится, как диджакею Эффекты дилея здесь очень приличные Здесь, потому что компания Roland добавила, конечно же, тейп эхо В цифровые свои устройства Я считаю, что это очень круто Потому что это один из моих любимых эффектов Ну, если он вам не очень, конечно, нравится Но, может быть, вы не так будете ценить это устройство Ну, для меня это очень здорово Реверберация также есть, да То есть можно любой инструмент отправить на реверберацию или на дилей Круто! Мастер-компрессор Теперь симуляция винила Я думаю, что для каких-то low-fi композиций Это будет очень полезно Вы можете сделать вашу музыку более живой И я думаю, что можно даже просто не использовать драм-машину А использовать этот мастер-компрессор Завести сигнал И обработать любой там синтезатор Расстроить его Даже если в нем не было вот этой ручки Которая расстраивает осциллятор Ну, в общем-то, прикольно Также он еще, по-моему, срезает верхние частоты Он становится такой более приглушенный Более low-fi И добавляет, по-моему, какие-то щелчки виниловой пластинки Ну, это, конечно, я считаю, не очень круто Но, может быть, кому-то это пригодится Я считаю, что Roland TR-8s вообще, в принципе, король перкуссии Именно динамики Можно здесь и набить, как на пэде Также теперь и добавить рендомность в воспроизведение этих устройств Также здесь можно накрутить какую-то анимацию эффекта Эффект можно на этот канал, вот на нижний На каждый инструмент добавить, какой только тут есть Здесь эффектов гораздо больше, чем просто реверп делаем Можно также с помощью этой кнопки выбирать Когда мы зажимаем Ctrl-Select Мы крутим ручкой И выбираем, на какой эффект будет отправлен параметр с этой ручки В случае, если мы выберем, например, какую-нибудь В глубину То он будет, в общем-то, управлять глубиной Давайте послушаем, как это звучит Просто ради интереса, как работает LFO Здесь у меня он, по-моему, настроен на очень быстрый такой рейд Это прикольно работает с хай-хэтами, например Такой вариант синкушена Как вы видите, на этой драм-машине я нанес различные наклейки с параметрами Которые мне необходимо постоянно знать Чтобы импровизировать на нем Потому что, когда переключаешься, например, из инструмента от компании Electron То там все по-другому И мне очень помогают эти штуки настроиться Например, чтобы сбросить, например, кит или паттерн Или, например, какой-то просто параметр ручки Я нажимаю utility и нажимаю, допустим, все эти кнопки Например, чтобы сбросить анимацию каждого motion Чтобы сбросить каждого параметра Я нажимаю кнопку on И нажимаю хоть clear Тогда он почистит все Либо я, например, могу использовать только один под какой-то покрутить Либо также могу нажать на эту кнопку И он тогда очистит всю анимацию с этого канала Потому что она может быть не только одна, но и различные параметры Функция step loop тоже интересная Кстати, могу рассказать примерно про нее, как она звучит Зажимаем shift, instant play и появляется вот такая штука Мне кажется, она звучит гораздо интереснее, чем вот этот скеттер, который тут присутствует Мне вообще он не нравится, потому что там есть 10 предустановок каких-то И они все типичные И когда я слышу на ютюбе Люди играют на драм-машине и устанавливают на автофил именно вариацию вот этого скеттера Очевидно, он звучит как-то дешево, потому что он звучит одинаково Поэтому лучше использовать, наверное, step loop для таких каких-то сбивок Ну или автофил назначать на одну из ваших вариаций Здесь также можно сделать, чтобы он был назначен не на эту вариацию, чтобы их не трогать А можно прям эти вариации прописать здесь То есть мы выбираем, например, первую или вторую вариацию и прописываем там Ну, я не использую все 8, поэтому мне не жалко одну штуку использовать для автофил ин То, что они добавили, конечно, probability на канал, это очень круто Можно sub probability, здесь есть sub step, который удваивает или утраивает шаг И можно с помощью, например, зажать этой кнопки и полистать, что можно тут поменять В принципе, можно тут даже и tune выставить Например, вот у меня есть тут подсказка, такая шпаргалка Какая нота является, например, ну, tune, например, плюс 11 будет C-sharp То есть, ну, это будет, короче, C-диез или там D-бемоль Ну, и если захотите выставить, например, просто ноты, то можно сделать это с помощью такой вот точной настройки Ну, либо просто покрутить, ну, вот этот под, он, конечно, не такой четкий, вот 11, ну, вот, пожалуйста, попал Но так-то это, на самом деле, проще сделать вот через эту, когда вы программируете мелодию Я сейчас покажу паттерны, которые я уже создал здесь Ну, тут как бы надо импровизировать с эффектами, да, понятно, что сейчас все для всех одинаково работает Где-то есть вариации, где-то нет, тут нету Недоразвил еще этот паттерн Я, например, стараюсь максимально больше ее изучить для того, чтобы импровизировать на ней, несмотря даже на нее, то есть вслепую Думаю, что это, наверное, самый инструмент, который для меня является продолжением руки И я хотел бы продолжить развитие в этом направлении для того, чтобы так оно и было Потому что мне очень нравится ее использовать со всем, что только можно себе представить Мне нравится использовать ее с Еврореком, потому что у нее есть триггер-аут Я могу отправить триггер на Еврорек-синтезатор Мне нравится использовать по миде ее с чем-то, например, с какими-то другими синтезаторами Секвенсора, конечно, тут нету дополнительного, но, тем не менее, если синтезатор с секвенсором, то, как драм-машина, она мне очень нравится Я считаю, что она очень удобная Ну что же, на этом все Надеюсь, вам понравилось видео Ставьте лайк, обязательно подписывайтесь Все ссылки интересные будут в описании И напишите, как вы используете TR-8S Если у вас есть какие-то вопросы, пишите Попробую на них ответить, может быть, чем-то помогу И до скорой встречи, пока